БОЛЬШАЯ БУРЯ В МАЛЕНЬКОМ АКВАРИУМЕ Игра без правил. Как будет работать система монетизации льгот? И проиграют или выиграют от нововведений украинцы? Война миров. Как ударит по России высылка ее дипломатов по всему миру? И какую ответку, в том числе и Украине, может приготовить Москва? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Начинаем с, пожалуй, самой захватывающей истории этой недели. Игры антикоррупционных престолов. Кресло под главой специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким уже не просто зашаталось. Оно прямо-таки чуть не рухнуло. Разборка между антикоррупционерами наконец-то вышла на уровень конкретных и довольно громких заявлений. Все стороны обозначили свои позиции. Попробуем в них сегодня разобраться. Ну, а начнем с того же, с чего началась вся эта история. С аквариума в кабинете Холодницкого. Именно на нем закрепили оборудование для той самой прослушки. Наша Елена Зорина покажет вам этот аквариум. Шпионские страсти, прослушка и даже угроза ареста. В эпицентре этой полузасекреченной истории глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и его аквариум. Именно на этом аквариуме, который Холодницкий показывал мне почти два года назад, совсем недавно обнаружили жучки. Чтобы их установить, утверждает журналист Владимир Бойко, организовали целую спецоперацию. Микрофон просто прилиплено до внешней стенки аквариума. Слухали в продолжении примерно двух месяцев. Была завербована людина из числа сотрудников той фирмы, которая обслуговывала аквариум в кабинете Холодницкого. Главное вопрос, что там было на самом деле зафиксовано. Если оно реально свечет причине злочину, оно не использовалось элементами какого-то шантажу и вплива на решение. А чтобы оно реально стало предметом расследования. Содержимое аквариумных пленок пока хранят в тайне. Лишь на этой неделе генпрокурор признался, прослушка действительно была. И все это делали в рамках расследования и по санкции суда. А осуществляли спецоперацию детективы НАБУ. Хотя в самом бюро это еще на прошлой неделе отрицали. Я не знаю, как это все делать. Какие цели переследуют, догадываются в принципе. В конце этой недели директор НАБУ также подтвердил наличие дела против антикоррупционного прокурора. Но детали сообщать не стал, мол, тайна следствия. Аквариумный скандал с прослушкой главного антикоррупционного прокурора, похоже, всерьез пошатнул позиции Назара Холодницкого. Так что даже заговорили о его отставке. Но пока на уровне слухов и источников. Понятно, что нет дыма без огня. Что же может стать причиной этого кадрового решения? И кому выгодна вся эта история? Все следы ведут в Харьков, утверждает журналист Владимир Бойко. Расследование касается взятки в 2 миллиона долларов. За якобы закрытие дела против дочки одного из чиновников времен Януковича. Идется про колишнюю голову Державной платковой администрации в Харьковской области Данисюка. С него вымагались грошовые гроши через посередника. Посередник является кумом Холодницкого. В прессе обсуждают и другие версии. Мол, причиной могло быть расследование дела черной бухгалтерии партии регионов, которое Холодницкий обещал довести до конца. Иде сумма 123 тысячи долларов, да? И сразу біля неї 37 доларів за бензин. Иде біля 3 миллиона 700 тисяч, сумма 370 доларів. Доставка газеты в ремі регіонів – 200 доларів. И сразу після 78 доларів іде 6 миллионів 910 тисяч депутати-мажоритарщики. І таких вон. Фантастично. Я зроблю все для того, щоб ця справа прийшла до сюди, скажу так. Но в ОС і ныне там є інша версія прослужка якого-то генерала. Еші одна – це очередной виток війни трьох правоохранительних ведомств. САП, НАБУ і ГПУ конфлікт існує. Він зараз на піковій точці. І куди він зійде – в дві сторони. Або це замнуть політично, витрагувавши певні преференції для себе. Або звільнення Холодницького і призначення вже нового очільника спеціалізованного декабжуської прокуратури. Ещё на прошлой неделе в свою відставку сам Холодницкий не вірил. І всі слухи опровергав. Ніпрякову відставку зараз мова не йде. Що не пов'язували, знаєте, вже там вже конспірація, що є якісь плівки. І вже треба йдемо відставку. Не буде цього. Натиск я не піддамся. В начале своєї роботи в должності главного антикорупційного прокурора Назар Холодницкий з удовольствием общався з журналистами. І даже устраивал екскурсії на рабочее місце. Делился, що в той самий кабінет, де була прослушка, перебрався зі своїм холодильником, телевізором і навіть креслом. Бачите, вже протерти, видно, зачинували кривати, протерти від них. Але шкіра замінник, воно зручне для сидіння, воно мені комфортне. І показував, навіть святая святых, комнату отдыха. Диванчик, три кресла, це харчі, бо маю гастріт. Треба трохи їсти діетичну їжу поки що. Тепер, спустя почти два с половиной года, с прессой довольно сдержан. Лиш передаєт, продолжает работать в том самом кабинете, де була прослушка. Істочники в прокурорських кругах тем временем говорят, аквариумные записи могут оказаться пустышкой. В них нет свидетельств коррупції. Но так ли на самом деле? Детали этой громкой истории генпрокурор. І директор НАБУ анонсируют в ближайшее время. Возможно, тогда станет понятно, состоится ли отставка главного антикоррупционного прокурора Холодницкого, которую все еще продолжают обсуждать. Елена Зурина, Марьяна Бурякова и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. Причем продолжают обсуждать и сами фигуранты этой громкой истории. Например, Холодницкий вышел на брифинг и рассказал свою версию. Считает, что стал неугодным, когда отказался, что называется, подмахивать каждое представление от НАБУ. Его аргументы без доказательств не может быть и обвинений. Артем Сытник, директор НАБУ, такие претензии отвергает. И в большом интервью «Зеркалу недели» представил свою версию конфликта. Утверждает, что некоторые действия Холодницкого и других антикоррупционных прокуроров были, я цитирую, «странными и необъяснимыми». Под текст, возможно, коррупционными. Ну а генеральный прокурор Юрий Луценко направил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. И все это в рамках уголовного производства против главы САП. Луценко просит комиссию рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. Мирно покинула свой пост на этой неделе Наталья Корчак, теперь уже экс-глава НПК. Профильный закон, который регулирует деятельность агентства, отводит каждому главе только один, двухлетний срок. Кто сменил Корчак и на чьи декларации уже новому главе агентства стоит обратить внимание. Смотрите далее. Уже не глава. Пискала обноважения главы национального агентства с вопросом о побегании коррупции. Все потому, что на этой неделе истек срок Натальи Корчак на должности. По закону больше двух лет нельзя, да и не хочется. В фейсбуке Корчак заявила, за кресло не держится, но работу в НПК продолжат, как член агентства. Мы не идем в занятности. В день отставки Корчак сама выдвинула кандидатуру нового руководителя. Им стал Александр Мангл. В свое время он работал в Минэкономике. Возглавлял Мелитопольскую райгосадминистрацию, но в последнее время был действующим членом НПК. Говорит, понимает, с чем придется работать. Точнее, сперва работу придется оживить. Первый ключевой вызов – это создание новой антикоррупционной стратегии на следующие три года. Второй вызов – это запуск полностью работы системы электронного декларирования для чиновников. Это действительно проблема. Я хочу поинформировать о том, что мы где-то через месяц, в конце квитня, ожидаем доопрацованный ПРООН-модуль, который нам позволит протестировать публичную часть 1,5 миллиона деклараций, поданных за 2016 год. Проверка деклараций – проблема, которую необходимо решить срочно, ведь 1 апреля к горам непроверенных отчетов добавится еще полтора миллиона. А там есть на что посмотреть. Вот, к примеру, декларация нардепа Розенблата, который ходит под статьей. За прошлый год он задекларировал почти 2 миллиона гривен, а вот его супруга – в пять раз больше. Или короли Кэша и мастера декларационных умалчиваний – братья Дубневичи. Богдан Дубневич два года подряд забывал указать в отчете два предприятия доходностью почти в миллион гривен. Но в этом году после публичной огласки память к декларанту вернулась. Частичная финансовая амнезия наблюдается и у скандального депутата Вадима Рабиновича. Хотя он и указал в своей декларации сотни тысяч долларов наличных средств и сотни квадратных метров элитной недвижимости, автомобилей, доли в нескольких компаниях и торговые марки. Причем большая часть всего этого имущества записана на жену нардепа. Информацию о своих перелетах Рабинович все-таки решил утаить. Швейцария, Австрия и обратно в Киев. Роскошное путешествие чартерными самолетами на миллионы гривен, журналистские расследования о которых уже год в топах новостей, в декларации не отражены. А это уже как минимум штраф, а максимум-то и уголовный срок. Всплыл в декларации Рабиновича и новый миллион долларов. Якобы платеж за земельный участок и тоже формально жене нардепа, который она якобы решила продать российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Возможно, именно так нардеп и хочет показать, откуда у него появились деньги на красивую жизнь. Словом, поле для работы в НАПК, а в дальнейшем НАБУ, широкое, ведь пока результат весьма скромный. На сегодняшний день мы до НАБУ, до правоохранных органов, надеслали 21 оборудованный висновок. Новый глава НАПК обещает процесс ускорить. В агентстве уже в мае должны установить оборудование для компьютерной проверки. И, наконец, закончить декларационный хендмейд. 1 апреля крайний срок подачи декларации, в том числе и для антикоррупционных активистов. Кстати, этой весной норме, которая обязывает также антикоррупционеров отчитываться об имуществе и доходах, исполнился ровно год. Вот представьте, сколько времени политики могут откладывать решение одной простой проблемы. Причем, кто уже только не просил их отменить эту норму. И только на этой неделе сначала еврокомиссар Яхан Исхан, он отвечает за политику расширения и соседство Евросоюза, заявил, что Украина не выполняет свои обязательства. Мол, декларации должны использоваться для того, чтобы контролировать государственные средства и доходы должностных лиц. Ясно, что общественные активисты не подпадают под такое определение. Ну а потом отдельное заявление сделали и послы стран Большой Семерки. Они призвали депутатов уже на ближайшем заседании изменить законодательство. На таком фоне логичный вопрос. А как в Европе отреагируют на эти и другие задержки в решениях украинских политиков? Все-таки даже соглашение об ассоциации у нас выполняется, ну, очень вяло. И многие политики уже спекулируют, что не стоит удивляться, если в ответ на игры с декларациями антикоррупционеров в этом году под угрозой окажется и без виз. Стоит помнить о механизме его приостановки, который еврочиновники могли бы запустить, заметив в нашей стране, существенный откат по антикоррупционным реформам. Мы попросили прокомментировать эту тему Ивану Климпуш-Цинцадзе, профильного вице-премьера по европейской интеграции. Может ли Европа пойти на радикальные шаги и ударить по без визу? Вот что нам ответила вице-премьер. Очевидно, такая ситуация, которая произошла с принятием решения о электронном декларировании, она не сприяет такому позитивному имиджу Украины среди наших партнеров. И, на жаль, в Верховной Раде не вистачило сміливости или неполегливости даже внести в порядок денный своего расследования вопросы от терминования или отмены электронных деклараций для общественных активистов или антикоррупционных активистов. Поэтому, безумовно, это накладет определенную тень на наш диалог, но вместе с этим оно не причинит радикальные изменения в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Это подробности недели. И вот о чем мы будем говорить далее в нашей программе. Уроки Кемерово. Можно ли выжить при пожаре в украинских торговых центрах? Транспортная революция или игра без правил? Как будет работать система монетизации льгот? И проиграют или выиграют от нововведений украинцы? Война миров. Как ударит по России высылка ее дипломатов по всему миру? И какую ответку, в том числе и Украине, может приготовить Москва? Трагедия, которая без преувеличения потрясла весь мир. Российская Кемерово. 64 погибших, 40 из которых дети. Это только официальные данные. Хотя горожане уверены, на самом деле жертв больше. Сейчас идут расследования, нескольких людей уже арестовали. Кого же накажут? И что происходит в Кемерово сейчас? Витак Ушнирук далее. В воскресенье. Торговый центр «Зимняя вишня» – чуть ли главное место развлечений в Сибирском Кемерово. Понятно, что людей с детьми в выходной день, да еще и на школьных каникулах было много. Но после полудня начался кошмар. Огонь вспыхнул на четвертом этаже. Рядом детская комната и залы кинотеатра. Пожар распространился молниеносно. Рухнула крыша. Эвакуировать удалось лишь две сотни посетителей. Остальные выбирались сами. Многие прыгали из окон. По официальным данным погибло 64 человека. Из них 41 ребенок. Пожар тушили 17 часов. К некоторым помещениям, где могли находиться люди, спасатели добрались только в понедельник утром. Последних погибших, и это в основном дети, нашли в задымленном кинотеатре. Дверь была заперта, они просто не смогли выйти. И до последнего общались по телефону с родными. Прощались. Где моя дочь? По телефону с ней разговаривал. Она кричала, я здесь, папа здесь. Я говорю, ложись на пол, дыши. Точные причины пожара пока неизвестны. Среди версий поджог и неисправность электропроводки. А еще халатность. Почему во время пожара не открыли эвакуационные выходы? Почему не сработала система пожарной безопасности? Спасатели сообщили, операция была обречена на провал. Ведь здание было построено с грубыми нарушениями. Пустоты в перекрытиях и старая вентиляция только способствовали возгоранию. А сегодня появилась информация, что зимняя вишня была построена без разрешений. Самовольно. Но при этом инспекции годами на все закрывали глаза. Действительно, кругом у нас и коррупции. Здание вводится в эксплуатацию, в нарушении всех норм. Соответственно, все эти акты подписываются, противопожарные. Тоже, видимо. Подмахивается с чиновниками. Может быть, за деньги, может быть, еще как-то. Правду! 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 Через два дня после пожара тысячи горожан вышли на протест в центр Кемерово. Люди требовали отставки чиновников. Горожане уверены, власти умалчивают правду. И в пожаре на самом деле погибло больше людей. А еще пострадавшие возмущаются. Спасатели работали плохо. Действительно, родственники погибших подали несколько заявлений. Точнее, три заявления направили в прокуратуру. Для того, чтобы надзорные органы дали объективную оценку действиям должностных лиц МЧС и сотрудников полиции. У родственников погибших есть предположение, что если бы сотрудники МЧС реагировали оперативнее, то можно было бы больше спасти детей и взрослых. Пока идет следствие. Уже арестовали ряд сотрудников. Управляющие торгового центра, технического директора и охранника. Их обвиняют в нарушении пожарной безопасности. За это им грозит до 10 лет тюрьмы. Я искренне приношу свои душевные извинения за то, что случилось. Эта трагедия, эта беда. Я сама мать. Я понимаю прекрасно, что сейчас испытывают люди, которые хоронят своих детей. Прекрасно понимаю, что они испытывают. Но я не хочу менять себя в этом. А сегодня задержали еще и гендиректора кондитерского комбината. Именно этому предприятию принадлежит Зимняя Вишня. Говорят, Юлия Богданова пыталась диктовать подчиненным, какие показания давать, чтобы избежать ответственности. Виталия Кушмирук. Подробности недели. Телеканал Интер. Тотальная коррупция, круговая порука чиновников и эпидемия безответственности и безалаберности. Это все не только про Россию. У нас в Украине ситуация ровно такая же. Десятки тысяч торгово-развлекательных центров по всей стране. Все они потенциальные огненные ловушки. Многие, как и Зимняя Вишня в Кемерове, построены с проектными нарушениями. Систем пожарной безопасности просто нет. Персонал не знает, что делать в экстренных ситуациях. Любовь Кукла сама отправилась с инспекции по торговым центрам. Говорит, в случае пожара там шансов на спасение почти не было бы. Кошмар какой-то. Трагедия в Кемерово. Ее обсуждают все. И у нас в Украине. Все потому, что каждый понимает, такое легко могло случиться и с нами. У нас участилось количество пожаров в ресторанах, в том числе и в ресторанах. Естественно, что были некоторые проблемы и в торгово-развлекательных центрах. Все потому, что пожарная безопасность у нас не более чем дымовая завеса. Объекты не проверяет никто, а нарушений масса. А поэтому люди сами пошли в ревизоры и массово проверяют торгово-развлекательные центры. Вот фотодоказательства шокирующей халатности. Замки на выходах и кучи хлама в проходах. Вопиющие ошибки при строительстве. Глобальной ревизии подключаюсь я пока без камеры. Мы решили проверить лично один из ЦРЦ в городе Киеве. Все снимаем на мобильной. Со мной архитектор Кирилл Константинов. Здравствуйте. Будем с ним искать запасной выход. Табличка. Табличка показывает нам в ту сторону. Поэтому идем туда. Сначала засекаем время. Сколько минут нам понадобится, чтобы выйти на улицу. Начинаем с третьего этажа. Если здание в огне и дыму, спуститься сверху крайне сложно. Хотя именно там чаще всего развлекательная зона для детей. Мы попадаем на галерею. Отсюда должны мы спуститься вниз. Будем искать наружную лестницу. Эта дверь наша единственная удачная находка. Остальные или опломбированы, или закрыты. А на балконе даже металлическая решетка. То есть пути спасения отсюда нет. На этом наша тайная проверка окончена. Теперь идем с камерой. В ТРЦ удивительно приветливым. А в решетке даже чудным образом появляется открытая калитка. Но нарушений только в этом небольшом торговом центре уйма. Начиная с путей эвакуации. Стрелочки. Через магазин, где куча всего, что может легко сгореть. Заканчивая тем, куда они приводят. В курилку. Вот куда попадает человек, выходящий с эвакуационной лестницы. Пространство используется под курилку для персонала торгового центра. А курилка это фактически железная ловушка. Спастись из которой в случае пожара невозможно. Но при желании все эти нарушения можно устранить. Гораздо хуже неисправимые ошибки. Проектные. В этом здании нет горизонтальных перекрытий. Это так называемый атриум. Пустое пространство. Это источник повышенной опасности, потому что он пронизывает все этажи. И огню легко распространяться сквозь вот это все пространство, потому что нет горизонтальных перекрытий. Едем дальше. Это торговый центр «Детский мир» в Киеве. Культовый магазин еще с советских времен. Каждый день тут бывает почти 6 тысяч покупателей. И очень многие с детьми. Главный инженер уверяет, у них все под контролем. То есть это выход на эвакуационные балконы. А он работает сейчас? Да, и выход по центральной лестнице, конечно. Значит, ключи у нас находятся в коробочках, которые непосредственно возле двери. А вот, ну... Да, они опломбированы, ну как бы... То есть мы открываем двери, выходим на эвакуационные балконы. Сложно представить, как люди в панике в клубах дыма будут искать коробочку с ключом. Прям форт Боярд по-украински. Тут даже башня своя есть. Мы идем сюда, в эту башню незадымляемую, незадымляемая лестница. Опять же, тут получается, у нас есть ключи, которые находятся... Да, на гвоздики привешенные. То есть открываем двери. Открываем двери, значит, и спускаемся. Тут, к сожалению, летний период. Вашню подлежит ремонт. Да, да, упала штукатурка от сырости. И это далеко не все вопросы. К зданию при пожаре спасатели просто не смогут подъехать. На каждом шагу припаркованы авто, шлагбаумы и ларьки. Мы лично кружили у торгового центра минут 10, чтобы припарковаться. Кстати, киоски возле выходов – это просто украинская классика нарушений. Люди даже в спокойное время не могут нормально из метро выйти. Пробираются сквозь торговые ряды с хламом. На этой неделе всех переполошил пожар на Левобережке. Там горел один из мафов прямо у входа в метро. Кстати, эту станцию отремонтировали в прошлом году, к Евровидению. И сразу же украсили рядами ларьков. Что такое пожар, хорошо знают тут, в кинотеатре Жовтань. Четыре года назад здесь устроили поджог. Здание сгорело полностью. К счастью, никто не пострадал. И теперь наученные страшным опытом кинотеатр отстроили. С настоящей противопожарной системой, а не условной. Здесь есть система пожарной сигнализации, пожарного оповещения, дымоудаления. Здесь есть система водяного пожаротушения и система управления эвакуацией. Здесь абсолютно предусмотрено и добавленное количество запасных выходов. Мы их сделали более удобными, более явными. Добавили знаки распознавания, добавили указатели на выходы и сделали все необходимые системы автоматизации. А еще по всему периметру установили антипаниковые двери. Они открываются с минимальным усилием. Вот они. Они здесь оборудованы этой ручкой, но эта ручка работает только при правильном провороте. Снаружи не зайдешь. Но внутри они оборудованы системой антипаника. То есть неопределенным рычагом, который человеку позволяет надавить его легко и дверь откроется в случае пожара. Но появятся ли подобные системы в других кинотеатрах или торговых центрах, как обязательные условия их работы – большой вопрос. Ведь пока ажиотаж вокруг этой темы превращают в пиар. Спасательные службы и собственники ТРЦ устраивают показательные рейды. Собрали журналистов и сегодня утром. Легенда учений понятна. Адміністрация сообщает, что в помещении возникла пожара. Прошу вас, сохраняя спокойствие, спуститься по входных клетках на перший поверх и выйти на улицу. Мы толкаемся, выходим через аукрационные выходы. Адміністрация поведомляє, що в прикрещенні... Дивимся під ноги. Звиткуємо друг за другом. Не панікуємо. Не треба паніки. Всі вийдуть, живі здорові. Но жиотаж вокруг пожарной безопасности вскоре развеється, как дым. Ведь пока штрафы для нарушителей копеечні. Это, внимание, от 30 до 170 гривен. Их, конечно, обещают повысить. Как и возобновить проверки ТРЦ? Ведь до сих пор действует пресловутый мораторий. Вы знаете, что на сегодняшний день мораторий. И без решения уряду мы не могли проводить эти проверки. Засідання уряду було позавчора. Вчора ми підготувалися, склали план. І сьогодні починаємо працювати з самого рано. Обещают проверить більше 30 тисяч об'єктов по всій Україні. Но самое главное, щоб і проверки, і наказання для нарушителей були настоячими. А не просто поводом для взяток. Іначе тушить придеться не постановочные пожары, как сегодня утром. А вполне реальні, как в Харкові на этой неделе. Выгорела і все проводка. Голые проводи. Любовь кукла Богдан Вербицкий, Светлана Шокера, Владимир Дедов, Оксана Алексеева і Степан Маслов. Подробности недели телеканал Интер. Що можна исправити в українських торгових центрах? І можна ли ще їх так строити? Давайте обсудимо це з архітектором. Александр Свистунов, главний архітектор столиці, сьогодні у нас в гостях. Здравствуйте, спосібо, що нашли время. В Київській гороадміністрації заявили, що проблеми з безпецістю є практично у всіх торгово-развікаційних центрах столиці. Я уверен, що, звісно, подобна ситуація у нас в кожному регіоні нашої країни. Ви дійсно веріте, що, дійсно, які-то центри, в случае, що там найдуть глобальні нарушення, якісь, будуть реально закриті? Ви знаєте, я хотів би відмітити, що київська власть сама прийняла рішення і іниційувала всі ці провірки. Я дуже рад, що такі провірки на сьогоднішній день в нашому місті, к сожалению, це після страшних трагічних событий, але пусть краще сьогодні ми почнемо цим займатися, нежели ми що-то іспытаємо подобне. Ці провірки, вони покажуть не тільки, як працює торговий центр, не тільки, як справляються всі системи пожарної безпецісті, то есть вони промоділюють, наскільки обіщество готово к подобним потрясенням. Я хотів би, щоб ми дождались цих провірок. Ці результаты обязательно должны бути обнародовані, люди должны понимати о своєй безпецісті, безпецісті, в своєм времяпрепровождений, і я думаю, що виводи будуть зроблені, і тоді ми увидим вже по результатам, які центри і як вони будуть бороться з устріненням. Знаєте, Александр, я хочу вам сказати, чому б я радовался, якби київська гороадміністрація, як і люба гороадміністрація України, вишла і сказала, а ми подобні провірки проводили в останній раз місяць назад, і нам не потрібні такі печальні смертельні примери для того, щоб запустить волну проверок. Ну, да не об цьому сейчас. По вашому опыту, в результаті цих проверок, якщо вони, конечно, будуть проводитися тщательно, а не для галочки за конверт з определенной суммою ставиться підписи, с якого процент торгово-развікаційних комплексів в країні може бути закрити? Ви знаємо, що багато з них, це навіть старі заброшені ангарі, переоборудовані, які не можуть просто, ну, тих, фізичні пропускати таке кількість людей. Ви розумієте, не важливо абсолютно, це був старий ангар, який превратився в торговий центр, чи це новий построений торговий центр, все должно соответствувати строителям-господарським нормам. Здання вводяться в експлуатацию, є проверки, то есть нужно, мы должны понимати, в чому корінь наші проблеми. Це, в першу чергу, це жадність, тому що ті люди, які заставляють там евакуаційні выходи, коли економять на системах пожаротушення, коли економять на проектних решеннях, зауження евакуаційних выходів, то есть, вот це і є основна глобальна причина, це жадність, з яким потрібно бороться, іменно на етапах проєктировання, на етапах ввода в експлуатацию. І не важливо, то есть, якщо цей об'єкт був реконструïрован і зроблено по всім останнім нормам, тому що технології у нас растуть, меніються, требування ужесточаються, і він готов к експлуататію, то есть определенні органі, які мають право як контролююю функцію виконувати, вони должны за це отвечати, вместе с проєктуровщиками, застройщиками і тими, хто експлуатирує ці здания. Олександр, але якщо хазяєва жадна, ви верите, що цей последній пример Кемерово і глобальна провірка, пусть вона буде проведена по всій країні, їх избавить від цієї жадності, і вони перестануть економити на безпасності своїх клієнтів? Волна зараз схлынє, і все на це так далі буде продовжуватися? Ціна жизни. Ціна жизни. То есть, якщо метри квадратні, які там застраиваються, чи набрати більше персоналу, який буде отвечати за кожний вакуціонний выход, а не закрывати це все замками? Коли це буде працювати система персоналу, який буде обучений на такі екстрені случаи? Заробна оплата... Це все деньги, деньги, деньги. Це ціна страшна. А ціна страшна. Вопрос в тому, як заставити їх, ці не економити на чоловічних життях. Олександр, ось сейчас понятне дело, почему мы обсуждаемо торгово-развикательные центры, потому что именно в нём, в Кемерово, в таком заведенні случилась эта трагедія. А що можна говорити о других местах массового скоплення людей? Неужели вони не вызывают у вас вопросов? Театры, кинотеатры, детські сады, школы? Що там з безпаснісю на сьогоднішній день? Именно на це треба растрати акцент. Не має значення, какую функцію несет себе здання. Як ви говорите, театры, кинотеатры, то есть это могут быть и больницы, где маломобильные групи населения находятся. Это могут быть жилые дома, комплексы, отели. То есть система одна. Необходимо выполнять государственные нормы и правила. Необходимо чётко и жёстко их вводить в эксплуатацию с проверкой, с реальными ситуациями, как это делалось и будет делаться. То есть когда есть реальный огонь, когда работают сплинкеры, работает система пожаротушения, работает оповещение, то есть этот комплекс мероприятий должен быть работать. Просто проверки должны быть чаще, жёстче и сами люди, которые эксплуатируют эти здания и сооружения, должны понимать, что общественность на сегодняшний день очень остро на это реагирует. И они будут нести убытки в первую же очередь, потому что люди будут бояться посещать те или иные заведения. Спасибо вам за то, что были гостем нашей программы. Александр Свистунов, главный архитектор Киева, отвечал на мои вопросы. Убитые горем родители, которые потеряли детей и власти, судорожно пытающиеся хоть как-то объяснить обществу причины трагедии, всё это Украина уже видела в сентябре прошлого года, когда в Одессе сгорел детский лагерь «Виктория», в огне погибли юные школьницы. Прошло полгода. Удалось ли следствию за это время ответить на главный вопрос? Кто виноват? Анастасия Кулинич, Соня Мазур и Снежана Арпенти. 15 сентября во время пожара в лагере «Виктория» погибли три девочки. Сейчас областная прокуратура ведёт расследование в трёх направлениях. Во-первых, обвиняют сотрудников учреждения, и буквально на днях они предстанут перед судом. Старшему воспитателю Наталье Янчик инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей, что привело к гибели детей. Это до трёх лет тюрьмы. А вот директору лагеря Петросу Саркисяну грозит до восьми лет лишения свободы. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности с тяжёлыми последствиями. Саркисян свою вину отрицает, находится под стражей. Ему было известно, что до заклада приходят с переверками пожарники, что выявляются порушения, что складаются акты. Людина была ответственна, руководитель. Второе направление – служебная халатность с тяжёлыми последствиями. Это инкриминирует бывшему заместителю мэра Одессы Зинеиде Цверенько. Её подозревают в том, что, дескать, знала – в лагере не работают системы пожарной безопасности. Вскоре обвинительный акт передадут в суд. Санкция – до пяти лет. Такой же срок грозит сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям. Это бывший руководитель райотдела Валерий Дяченко. Суд начнётся в апреле. И его подчинённый – инспектор Леонид Бондар. Разбирательство уже идёт. Обоим инкриминируют. Фиксировали нарушения, но не обратились в суд, чтобы закрыть лагерь. Бондар утверждает – из него делают козла отпущение. Дескать, не в его полномочиях обращаться в суды. Теперь получается, что все стрелки переведены на меня. Я не готов садиться за чью-то вину в тюрьму. Дальнейших указаний на то, чтобы куда-то или закрывать объект, или ещё что-то, не давалось. А среди родителей погибших детей между тем растёт волна возмущения. Мол, ответственные лица кивают друг на друга, и получается, что никто не виноват. Воспитатели не отвечали, художественный руководитель не отвечал, директор не отвечает, пожарники не отвечают, ведь каждый из них обязательно находит какой-то формальный повод, что он за это не отвечал. Надо, чтобы все родители, все Украины это слышали, знали, понимали, что под угрозой каждый ребёнок, которого передали в руки педагога, воспитателя или директора лагеря. И, наконец, третье направление расследования касается возможных нарушений при строительстве и реконструкции деревянных корпусов лагеря. К нему приковано особое внимание, потому что в деле могут быть замешаны высокопоставленные чиновники Одесской мэрии. Здесь квалификация по статье «Служебный подлог», но даже о подозрении пока никому не объявлено. В прокуратуре говорят, продолжается трудоёмкая экономическая экспертиза, а также изучаются связи между генподрядчиком, субподрядчиком и заказчиком работ. Андрей Анастасов, Игорь Михоножин, подробности недели, телеканал «Интер», Одесса. Его всё-таки посадили за решётку. Одиозного командира титушек Юрия Крысина вчера взяли под стражу на два месяца. Задержали прямо в зале сюда. Но это решение далось очень непросто. Только после публичного резонанса. Крысина, которого обвиняют в убийстве во время Майдана журналиста Вячеслава Веремия, в декабре прошлого года приговорили к четырём годам условно. Удивительную гуманность проявил судья Олег Линник. Но прокуратура подала апелляцию. И вот тут началась игра в прятки. Крысин не являлся на заседание суда, даже скрывался в детском отделении кардиологии. Его ценные попытки его всё же доставили в СИЗО. Криминальные разборки в Харькове. Там двое неизвестных из автоматов расстреляли мужчин возле ресторана. Один выжил, другой умер в больнице. В городе объявили план перехват, но пока безрезультатно. Подробности ночной перестрелки выясняла Светлана Шикера. Звуки автоматных очередей жители частного сектора в Харькове услышали в 11 вечера. По шуму кот в ногах спал, проснулся, подпрыгнул. Тут эхо получается днём, ночью. Тишина, машины уже не едут. Мне показалось, как не с пулемётом. Люди сразу же вызвали полицию. Всё произошло здесь, у ресторана Агдам. Поздно вечером перед закрытием заведения сюда, на парковку, вышла компания из 10 человек. Подъехал автомобиль и через несколько секунд раздалась автоматная очередь. Пострадали двое мужчин. Оба иностранцы. Один гражданин Азербайджана, другой Грузии. Их в больницу привезли друзья. Тот, который был доставлен в состоянии, по сути, клинической смерти, уже ближе к биологической, его реанимировать не удалось. Он умер. Огнестрельное ранение головы. Второй пациент получил осколочное ранение. Это даже не огнестрельное, а, видимо, осколок либо стекла, либо обшивки автомобиля в нижнюю конечность. Его извлекли, и он амбулаторно был отпущен домой. Сегодня ресторан работает в обычном режиме. Происшествия здесь не комментируют. Не снимайте, пожалуйста. А слышали, что вчера бить? Нет, не слышали. Правоохранители утверждают, нападавших было двое. Они убегали через соседнюю стройку, там бросили автоматы Балаклаву. По неофициальной информации, преступники стреляли из двух автоматов. Выпустили по два рожка. Всего 60 пуль. Нападники с места подеи втекли, кинувши зброю. По месту было терминово введено оперативный план Сирена на затримание вказанных злочинцев. Преступников так и не нашли, но в полиции выяснили некоторые детали биографии пострадавших. Раненый гражданин Грузии в свое время отбыл срок в России за убийство. Погибший занимался бизнесом на рынке Барабашова. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Следующая неделя для Верховной Рады пленарная. Главный вопрос уже известен. Во вторник депутаты обещают заняться декларациями для антикоррупционных активистов. А вот что еще может быть в повестке дня и на какие законопроекты депутатам уже точно пора собрать заветные 226 голосов. Напомним в короткой справке. Парламентский бадминтон. Годами из недели в неделю депутаты ловко перебрасывают срочные законопроекты. Нардепы уже сорвали все возможные дедлайны по антикоррупционному суду. Хотя на кону не только очередной транш от МВФ, но и вся программа сотрудничества с фондом. Теперь избранники обещают взяться за него в первую неделю апреля. А еще и за кадровые висяки взяться планируют обновить состав ЦИК и избрать судей Конституционного суда. Кроме того, спустя год обещают выбрать аудитора НАБУ. Кстати, а вот законопроект о расширении полномочий антикоррупционного бюро уже даже и рассматривать не обещают. Он как срочный пылиться в парламенте почти два года. Поэтому в НАБУ пока работают как могут, а вот пресловутое украинское ФБР, Госбюро расследований, без депутатского благословения вообще нормально запуститься не сможет. К тому же и директор есть, но избранники до сих пор не удосужились внести важные поправки в законопроект ОГБР. Но оказывается, нардепам сложно не только принимать поправки, но и отменять их. Сейчас правоохранительная система фактически парализована. Обыски, аресты имущества и экспертиза в уголовных делах – все в трехмесячной очереди. А нужно всего-то одно голосование. И подобных законопроектов, которые нужно было принять на вчера, еще десятки. Яркий пример – отмена декларирования активистов. С ней депутаты бессовестно опоздали. Но при этом слуги народа проявили невиданную прыть, когда речь зашла об их безопасности. И законопроект о запрете оружия в госучреждениях приняли молниеносно. За одну неделю подали, поставили на голосование и утвердили. Ведь могут, когда надо. Итак, чего ждать от Рады на следующей неделе – это главный вопрос для наших гостей. Сергей Березенко – замглавы крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко». И Игорь Попов – замглавы одного из ключевых парламентских комитетов антикоррупционного. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Давайте с антикоррупционной тематики и начнем. Все-таки 226 голосов наберется для отмены декларирования активистов. Сергей, как вы считаете? Ну, во-первых, в порядке дня уже на следующий неделю есть как минимум пять законопроектов, которые в той или иной мере регулируют это вопрос. Поэтому я уверен, что голосовать надо. Наша фракция покажет достойное голосование. Думаю, что мы под 100 голосов будем собирать и голосовать обязательно за другой фракции. А не получится так, что вы как в трех сутках потеряетесь в этих пяти законопроектах, потом снова будете понизывать плечами и говорить Европе «Ой, ну как-то опять меня». Мова идет про то, что мы уже сьогодні пропустили час до 1 квитня. Відповідно, уже треба ввести питание декриминализации и ответственности. И наш законопроект, такий запропонованный нашим коллегам Грасимовым, я здаюся, он называется 81-21 депутатский, как раз говорить про то, чтобы терминовать на три месяца, для того, чтобы напрацювать нормальное законодательство нормальной европейской святой звездности, но обязательно внести пункт декриминализации и ответственности за невчасное заповнение. Это дает решение проблем для общественных организаций, которые уже, те, кто подали нормально, а те, кто не подали, они имеют возможность не ненести криминальную ответственность. Это очень важно, и мы надеемся на том, чтобы это было принято. Сергей, я вот одного только не могу понять, зачем было городить такой огород, год ничего не делать, затем вот насорудить такое сооружение, в котором потом сложно разобраться? Ну, я могу ему коротко ответить, это, напевно, не до нас, потому что еще в червня 2017 года президент внес в парламент два законопроекти 66-74, 67-75, которые как раз регулируют вопросы отмены и декларирования для громадских активистов и регулируют святую практику подания статистической звездности и открытия за законами Державной фискальной службы. Но эти вопросы не поставились на голосование до последнего момента. Это вопрос к руководству Верховной Рады. Хорошо, будем ждать, а уж Европа как ждет, но посмотрим, чем закончится следующая неделя. Игорь, к вам другой очень болезненный антикоррупционный вопрос, который, решение которого тоже ждет долго Европа. Антикоррупционный суд, вот что с его судьбой, можно спрогнозировать или нет? Повинна будет создана работа на базе комитета правовой политики, и, конечно, я подавал свои погравки и так же буду працювать в цей рабочей группе. И все же знают, что главное вопрос – это роль международных экспертов в выборе судей. То есть, с одного боку, чтобы это было прозоро, понятно и все доверяли таким судям, с другого боку, чтобы не был порушенный принцип суверенитета. На сегодня нет полностью голосов ни на первый вариант, когда они имеют ограниченное право ответа, ни на вариант, который предлагает МВФ, когда они имеют полное право ответа на выбор судей. И должна быть дискуссия на этом майдане, должна быть компромисс, и тогда за это будут голосы. Если нет, то мы не сможем вынести это на голосование. Первый директор новосознанного Госбюро расследований уже неоднократно призывал Верховную Раду проголосовать решение, которое необходимо для полноценного запуска этого бюро. Вот что с этим будет? Так само надо продолжать дискуссии. Вообще, одна из проблем парламенту, у нас коалиція меньшостей. То есть, там у нее ледве-ледве не хватает голосов до 50%. И это нормально. Скажем, в Норвегии недавно были, там уже второй уряд, створенный коалиціей меньшостей. Но это означает, что нужно больше дискуссий с фракциями, которые не входят в коалиции, чтобы выйти на вариант решения, за который есть голосы. И, скажем, одна из проблем, которая была при принятии поправок до закону при Державном бюро расследовании, то, что под час голосования новопризначенного директора не было в зал. Я думаю, это техническая ошибка какая-то. Может, где-то графики не совпали. Против депутатов были вопросы, в основном, до самого директора, а почему именно это нужно проголосовать? Они не смогли их задать, и, возможно, это стало причиной, почему не хватило голосов в этот раз. Сергей, вот со стороны все-таки складывается впечатление, что все антикоррупционные инициативы через нашу Верховную Раду проходят с каким-то неимоверным скрипом. И если бы не волшебные, извините, пендели от Европы, то ничего бы и не делалось. У вас нет как у депутатов такого ощущения? Ну, я прошу, мы на сегодняшний день создали фактически всю антикоррупционную инфраструктуру. И антикоррупционное бюро, и САП, и НЗК. Это на сегодняшний день структуры, которые действуют. Залишилось на сегодняшний день только создание антикоррупционного службы. Госдиректор тот же бюро говорит, что не хватает ему полномочий для того, чтобы запустить это. Это вы говорите про Державное бюро расследование. Да, бюро расследование. Вот вам пример. На сегодня они створились, это проблема росту, потому что фактически они начнут с нуля, шукают примещения. И безумно им бы хотелось запуститься швидше. Про что они говорят? Они говорят, что, согласно действующей процедуры, если идти по всей букве закону, то оно еще будет не запускаться. Поэтому они шукают разные варианты, каким образом швидше запустить процесс. И предлагают разные позиции, которые позволят Державному бюро расследования работать уже в вересне. Поэтому, если вы помните, про какие законы идет мова, это закон нашего коллеги из фракции БПП Паломарчука, коллеги из БПП Мустафина Єма и Кабинета Министров. То есть на сегодня нужно скоординовать вопросы в середине коалиции и уряда, чтобы вынести один законопроект. И, безумно, он пройдет в зал. Я думаю, что это перспектива ближних недель пленарства. Хорошо, посмотрим. Следующий вопрос. Уже с понедельника стартует один из важнейших этапов медреформы от Ульяны Супрун. Каждому украинцу придется выбирать себе семейного врача. Кроме того, Кабмин назначил первого руководителя Национальной службы здоровья. Это новый орган, который в том числе должен распределять десятки миллиардов гривен государственных расходов на здравоохранение. Сделает ли это все украинскую медицину лучше и начинают ли уже политики сами искать себе семейных врачей наравне с обычными украинцами? Обсудим в том числе и с нашими гостями, но в следующей части нашей программы. Транспортная революция или игра без правил? Как будет работать система монетизации льгот? И проиграют или выиграют от нововведений украинцы? Война миров. Как ударит по России высылка ее дипломатов по всему миру? И какую ответку, в том числе и Украине, может приготовить Москва? Встреча двух императоров. Что стоит за тайным визитом Ким Чин Ы на Кси Цзиньпину? Вы смотрите подробности недели, мы возвращаемся в прямой эфир. Медреформа от Ульяны Супрун становится все конкретнее. Уже с понедельника стартует поиск семейных врачей. Украинцы должны выбрать для себя специалиста, при посредничестве которого будут получать все остальные медицинские услуги. Еще одна новация создается над служба здоровья, которая должна будет финансировать каждую услугу в украинском здравоохранении. Кто возглавил новое ведомство и зачем вообще все это нужно, напомнит наш материал. Лечиться по-новому. Уже с 1 апреля украинцы смогут подписывать договора с семейным врачом. Время на выбор врача, как говорят в Минздраве, не ограничено. И подчеркивают, уже с июля деньги с налогов каждого украинца пойдут семейному врачу. И направляться они будут через национальную службу здоровья. На этой неделе на заседании Кабмина представили главу ведомства. Это Олег Петренко. Именно он возглавил новый орган, у которого в распоряжении будет ни много ни мало 100 миллиардов бюджетных денег. Именно к государственному страховику над службой здоровья будут стекаться все медицинские деньги из казны. То есть наши с вами налоги. И дальше служба будет курировать, какой больнице сколько дать. Для этого все медучреждения заключат с ней договор. Через новый орган будут проходить все медицинские закупки. Скептики говорят, поле для возможных коррупционных маневров очень широкое. Поэтому службу здоровья должны контролировать счетная палата, госаудиты, НАПК и НАБУ. Первый глава над службой здоровья известный управленец от медицины. Он долгое время руководил частными клиниками. Был советником при Минздраве. Именно Петренко один из идеологов медреформы. Некоторые эксперты его назначения считают победой, другие более сдержаны в оценках. Но в полной мере оценить и Петренко, и работу над службой здоровья пока невозможно. Заработать все должно только с лета. Продолжаем разговор с политиками. Сергей Березенко, замглавы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко, и Игорь Попов, замглавы антикоррупционного комитета Верховной Рады, продолжают отвечать на мои вопросы. Игорь, вот глава над службы здоровья на этой неделе назначен, да? Сама служба, говорят, должна заработать летом. Вы в это верите? Все-таки вот даже по созданию антикоррупционных органов, мы в первой части нашего разговора говорили, видно, как у нас все в стране организуется. Срок мы ничего не успеваем, а тут всего два месяца осталось. Ну, не требует говорить, что лише у нас в стране бюрократия, она имеет определенную инертность в любой стране. Створение новой установки, это набор людей, обладатель, офис. Это длится все равно в среднем год. И поэтому мы надеемся, что национальной службе здоровья не допоможут и МОЗ, и частину людей, звезды визгнуты. Проте, звичайно, проблемы будут у всех. И мы это видим, потому что створяем постоянно новый орган. Давайте теперь о надслужбе здоровья, так сказать, в ракурсе, который вам привычнее, как замглавы антикоррупционного комитета парламента. Многие эксперты и политики даже заявляют о том, что вот эта надслужба может стать хорошей коррупционной кормушкой. Некоторые вообще доходят до того, что МИД реформа и задевалась, а в общем-то, ради того, чтобы вот эти 100 миллиардов гривен потом распределять. Насколько велики риски коррумпированности всей этой истории? И что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Ну, звичайно, как только десь аккумуляет 100 миллиардов гривен, то, звичайно, есть подозра в том, что кто-то захочет их распилять. И когда готовился закон до принятия, то в закон внесли очень много изменений, которые как раз обмеживают будь-який люфт в том принятии решений о финансовой и господарской деятельности. И поэтому закон, я считаю, закрывает очень много, даже каких-то теоретических возможностей для того, что там делали зловживание. Потому что закон все не решит. И в сюжете вы уже говорили, что будут контролировать все необходимые государственные установки. И очень важно, какие нормативные акты будут приниматься. То есть, если в нашем комитете мы, когда оцениваем закон коррупционный или нет, если какая-то посадовая особа может решить вот так, а может вот так, может решить, что это стоит 500 гривен, но можно и за 700, вот там всегда захованный люфт коррупции. Если все инструкции будут однозначные, а они будут все публичные, будем смотреться, то тогда пора для коррупции будет очень мало. Сергей, вам вопрос, как главному лоббисту, одному из главных лоббистов медицинской реформы в Украине. Вот эти возможности коррупционные, о которых мы только что с Игорем говорили, они предусмотрены в законе? Там хорошо прописана, в общем-то, невозможность украсть, грубо говоря. Возможности антикоррупционные. Антикоррупционные. Но я хотел бы сказать, вы вырахуете тот факт, что на сегодня Национальная служба здоровья, это просто будет такая биллинговая установка, которая будет передавать, фактически будет посередником между Казначейством и прямой лекарнью. У Национальной службы здоровья не будет никаких денег. Все деньги будут на рахунках Казначейства. Задача Национальной службы здоровья только проверить, чи надана медичная послуга, чи реально пациент ее отримал, зафиксировать это в системе и дать сигнал на Казначействе, что в эту лекарню можно перераховать деньги. Это первое. По-друге... Он сразу сказал, вот вам и первая причина заплатить. Дать сигнал можно позже. Сигнал можно вообще Казначейству не давать. Это все равно, это все равно. Они будут мать, ця Национальная служба будет мать прямые, уникальные контракты с тысячами лекарей, которые есть на сегодня в стране. Если каждая лекарня голосно, гучно скажет, что на сегодня за наданную послуги государство не платит, это будет прямая действия для антикорупционных органов, для НАБУ того самого, для того, чтобы проверить этого чиновника. И врахуйте, что система запустится только с 2020 года на вторую ланку. На сегодня мы говорим только про первую ланку. А первая ланка – это 370 гривен за пациента, на конкретного семейного лекаря. Зарееструвався электронно в системе Health, перераховали гроши, все крапка. Тому им будет очень просто на этом этапе адаптовываться, призвичайваться до новых условий, створювать эту структуру с нуля. И с липня лекарь получает за каждого пациента одну 12-ту щомесячную от 370 гривен. Сергей, снова повторюсь, как вы отстаивали идею медицинской реформы у нас в стране. Вот по вашему мнению, как продвигается реализация этой медреформы? И касательно Ульяны Супрун, ей, может быть, уже все-таки пора стать министром? Или, учитывая всю критику, которая сейчас звучит в ее адрес, парламент не рискнет это сделать? По-перше, парламент сделал все, что от него требовалось. Мы приняли все законодательство. На сегодня мы должны выполнять функцию контроля. И в рамках комитета с вопросом охраны здоровья мы создали подкомитет по контролю за ходом реализации медической реформы. Там работают депутаты, и мы на каждом этапе следовательно, что происходит. Темп реализации остается желать лучшего, но в целом это правильный вектор, и мы его все-таки поддерживаем. Тем более, что эта реформа сильно связана с покращением надания медических послуг на селе, чего, в принципе, на сегодня нет. Что касается пани Ульяны Супруна и ее призначения, мне кажется, что очень много на сегодня людей в кабинете министров есть представкой ВОО, або непрацюющих министров. И это вопрос нужно решать комплексно и вносить великий кадровый пакет. И это одно из вопросов, которые должна посмотреть Верховная Рада, в том числе и Ульяну Супрун. Она точно заслуговывает на то, чтобы ее кандидатуру на посаду министра взглянули. Чи проголосуют за ней? Это вопрос уже до парламента. Но вносить нужно обязательно, хотя безумно будет визначаться кабинет министров, и беспосредственно премьер-министр. Понятно. Спасибо вам за то, что нашли время, были гостями нашей программы. На мои вопросы отвечали Сергей Березенко и Игорь Попов, народные депутаты Украины. Еще раз благодарю вас. Мы говорим дальше о другой социальной реформе, о монетизации льгот. Об этом долго говорили, вот теперь это становится реальностью. Первые льготы, которые чиновники хотят перевести в наличную форму, это проезд в общественном транспорте. Сколько украинцы смогут получать на руки ежемесячно? И почему некоторые города уже отказались от этой монетизации льгот, выясняла Инна Томина. Проехать бесплатно в транспорте по пенсионному или удостоверению участника АТО. Теперь эта повсеместная практика может измениться. В правительстве решили, собственникам корочек льготы будут конвертировать в живые деньги. А вот все финансовое бремя ляжет на местные бюджеты. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее, чем минимальная социальная норма. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы. Правда, когда заработает монетизация льгот, точной даты нет. Говорят, примерно через два месяца. В Минсоцполитике еще документ дорабатывают. Очень много в этом постановлении таких вопросов, то, что местная власть может водить или не водить, ну, это запутывает людей, да, потому что в одном городе может быть введено, в другом городе не введено. Как будут начислять деньги, какие суммы и где их можно будет получить? Все главные вопросы пока без ответа. Как на практике будет действовать монетизация льгот, в регионах пока не знают. Например, в Черновцах пока только разрабатывают формулу расчета. Пока она выглядит так. 30 поездок в месяц, умноженное на среднюю стоимость проезда. Дальше мы подивим, уровни местного самовыдования подивляться возможности бюджета. И я сподеваюсь на то, что вартие, количество проезда, таких поездок в коммунальном транспорте будет больше. То есть по нехитрым математическим расчетам получается полторы сотни гривен льготнику на руки. Выгода весьма сомнительная. Эти деньги явно не покроют транспортные расходы людей. Ведь 30 поездок в месяц это очень мало. Кроме того, пока неясно при использовании каких видов транспорта будет работать монетизация. В Черновцах, говорят, пока только для коммунального. С приватниками я не готов сказать, как оно будет. Да и сами льготники пока не разобрались, что же получат в итоге. Но уже понимают, монетизация установит лимит. И за поездки сверх нормы придется доплачивать из своего кармана. Боится то, Александр Ковтон уже территориально льготное уравнение выводит. Не знаю, как в Киеве, но у нас, например, в Черновцах, в зависимости от таких видов районов, как Садогра, Роща, например, люди ездят и двумя, и трьма маршрутами. И не завжди... Это троллейбусы. То есть, двумя, трьма маршрутками проехать, то это выходит уже не в 50, а в 100 поездок, как минимум. Но в столице пока тоже не все ясно. Пенсионерка Раиса Ахметовна уверяет, 30 поездок в месяц крайне мало. Их хватит недели на две. Женщина хоть и не работает, но транспортом пользуется ежедневно. Ну а как же? Конечно, ездим. Больше, конечно. Но ежедневно ездим. Туда и обратно. Я вам хочу сказать, туда и обратно. А иногда с пересадками. Даже я, несмотря ни на что, я же не могу идти пешком. Я сажусь хоть на две остановки, на один транспорт, потом сажусь на второй транспорт. Как мне удобно. Живет Раиса Ахметовна на Троещине, в отдаленном спальном районе столицы. В пешей доступности от дома нет ни рынка, ни нужной коммунальной аптеки. Хочешь, не хочешь, приходится ездить. Без льготного было бы накладно для пенсионерки. Все дорого. А с другой стороны, пенсионеров много. Если так разобраться. Ну что поделаешь. Мы отработали свое. Кстати, в самом транспорте тоже только и разговоров, что о грядущей монетизации. Если я еду на работу тремя видами травм. Да, да. Так как? Разъяснить нам все согласились в транспортной комиссии Киевсовета. Говорят, с монетизацией система перевозки льготников не изменится. Мол, в столице ее уже практически упорядочили. Ввели карту киевлянина. А вот когда в стране заработает система электронного билета, наступит и вовсе идеальный контроль перевозок. Безналичный. Готовки не будет, а будут коррестоваться все электронным квитком. Но пока до этого далеко, а идея монетизации в целом, говорят эксперты, весьма привлекательна. Особенно для экономии бюджета и для самих перевозчиков. За счет внедрения монетизации перевозчики будут зарабатывать где-то плюс 10-12% от валового дохода в связи с внедрением данного закона. То есть перевозчики оценивают эту перспективу позитивно. Им это в плюс. Но будут ли в плюсе сами льготники? Все зависит от формулы, которую так старательно выписывают чиновники. Инна Томина, Ольга Паломарюк, Богдан Савруцкий и Геннадий Аникенко. Подробности недели телеканала Интер. Как эти новые правила будут работать и по какой схеме планируют монетизировать и льготы? Давайте зададим эти вопросы Андрею Реве, министр социальной политики Украины сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, вот как рассчитывался размер вот этих выплат вместо льгот? Люди жаловаться начали, что 30 поездок им мало. В соответствии с законом, который у нас есть, который принялся еще в 2000 году, про государственные социальные нормативы и социальные стандарты, предпочено, что любые пильги, субсидии, все то, что государство дает людям, должно надаваться в межах определенных государственных нормативов. В соответствии с нормативами разработаются соответствующими компетентными органами. Если мы говорим про житлово-комунальные, например, нормативы, то в 2014 году, когда они были впервые введены, в систему субсидий и пильг, они разработались на замовлення уряду спольно с USAID, обстеживалися домогосподарства, которые использовали житлово-комунальные услуги, и так-так появились первые нормативы в сфере ЖКХ. Те же самое, когда мова идет сегодня про пильговые перевезения в городском транспорте, тоже шло обстежение, соответственно, обстеживалися к количеству пильговиков, к количеству поездок и так далее, и так далее. Вы должны понимать еще одну очень важную вещь. Пильговики живут не только в Киеве, они живут и в селе, и тоже имеют право на пильговый проезд. Но тот, кто ездит в городе, он ездит и за себя, и за того, кто находится в сельской местности. И таким образом, люди, которые сегодня практически используются пильгами, они используются пильгами, в тот момент, как и другая часть людей, которая тоже имеет право, такими пильгами не используются. И поэтому при рассчитывания все это было враховано, и урядом были подтверждены, абсолютно правильно было сказано в сюжете, минимальные размеры государственных социальных грантов. Потому что каждая местная власть, которая будет проводить монетизацию на своей территории, а согласно с законом отшкодирования как раз за пильговый проезд, это компетенция местной власти, она имеет право установить свои нормативы. Но не ниже. Это очень важно. Мы же прекрасно понимаем, что не у всех грамот есть один уровень возможности. Но это норматив самый меньший. Вы меньше не имеете права людям дать. Больше, будь ласка. Я думаю, что такие места великие, Киев, Харьков, Одесса, Днепро, Львів. Я думаю, что не просто могут. Если захотят. Если у нас сегодня на депозитах в органах местного собреждения лежит 60 миллиардов гривен, то говорите сегодня про 60 миллиардов. Тут важно, чтобы люди захотели. Это все-таки деньги местного бюджета, понимаете? Но теперь очень важное вопрос. Мы выбираем местную владу, в том числе те люди, которые имеют право на пельговый проезд. И они в праве задать вопрос любому керевнику, любому местному городу. Одна из правов, когда раньше, до децентрализации, у вас не было денег, это было понятно. Но когда сегодня у вас десятки миллиардов лежат на депозитных рахунках, ваших, точнее не ваших, наших бюджетных коштей, то, наверное, можно частину их направить и на забезпеченные пельговые поездки. Господин Министер, сейчас еще важно, чтобы местные власти вообще захотели работать с системой монетизации льгот. Вот смотрите, пример Харькова, отказываются на сегодняшний день. Получается, не вся Украина будет монетизировать льготы? Мы, это вопрос, все-таки, понимаете, что мова идет про кошты местных бюджетов. Мы залишили это право и там, где местная громада считает, что нужно оставить старые нормы, они залишают. Там, где люди больше прогрессивно думают и там, где они смотрятся на перспективу, они, напевно, сейчас уже сидят и рассчитывают, как все-таки это сделать правильно. С тем, чтобы обеспечить права людей, обеспечить права перевозчиков, обеспечить права территориальной громады и обеспечить гармонию в отношениях. Перевод льгот на проезд в денежную форму это только первый шаг? Я правильно понимаю? Если да, то когда будут переведены, состоится монетизация льготы на другие сферы услуг? Ну, например, оплата коммунальных услуг, когда она будет выдаваться на руки? Ну, когда мы говорим про житлово-комунальные услуги, тут легче ответить, потому что у нас в прошлом году принятый закон про житлово-комунальные услуги. Он предбачает, что с 1 сечня 2019 в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, субсидии должны платить безусловно гражданам. Сегодня они платятся напрямую выкладывателям коммунальных услуг, або, если говорить о житлове ОСББ, платятся на рахунок ОСББ, который их разносит по рахункам житловичей. Но с 1 сечня 2019 года закон нас обязывает до этого времени принять соответствующие нормативные документы, чтобы выплатить людям непосредственно деньги. И точно все это успеют сделать. Если есть закон, мы обязаны его выполнять. Иначе просто правильной государстве неможливо. Хорошо. Когда в нашей стране заработает уже полная система монетизации всех видов льгот, да? И как будут выплачиваться эти деньги на руки? Вот мне интересно. Олексей, вы знаете, я... По частям бегая по разным инстанциям, выклянчивая, или просто люди будут получать добавку к пенсии автоматически? То, что вы сказали, это принциповое и важливое питание. Потому что цивилизованная государство? Цивилизованная государство это та, которая надает современные цивилизованные качественные административные послуги. Что мы хотим от государства? Я бы еще добавил без унижения своих граждан. Если вы посмотрите на то, что делает наш уряд, когда мы запровадили программу строительства в регионах центров административных послуг, сначала мы это сделали в Виннице, а сегодня у нас, на этот год, больше 20 территориальных громадах, где людей будут обслуговывать самим цивилизованным таким современным способом. Вы можете даже в Киеве проехать в Святошинский Святошин, где в прошлом году открыт центр административных послуг. До речи, его спешентировал уряд. Вартность проекта была 76 миллионов, из них 18. Это на условиях спешентирования соответственно нашей урядовой программы. Это лучший сегодня центр в Украине. В Харькове подивите. Харьков у нас передовым местом и первым два центра открыли в рамках этой программы. Что я тут могу сказать? Тут главное нехорошие примеры, а чтобы этих примеров было как можно больше, больше и больше. Спасибо, что нашли время. Андрей Рева, министр социальной политики Украины, отвечал на мои вопросы. Еще одна социальная тема, которая напрямую связана и с правительством, и с министром социальной политики, кстати. Сегодня Владимир Гройсман провел совещание с Андреем Ревой, чтобы оценить нынешнюю ситуацию в системе пенсионного военные пенсионеры получают на руки давно обещанные повышенные выплаты, причем сразу за несколько месяцев. С мая повышение пенсии должно стать системным. Я обещал военных пенсионерам, что мы начнем процесс увеличения пенсии в размере не меньше полтора тысячи. И самое главное, что мы врахуем и сечень, и лют, и березень, как тот период, за который люди уже получают увеличение пенсии. Пытания очень очевидны. Я бы хотел, чтобы мы с этим решением дошли до каждого военного пенсионера и отдали ему належное. Я рад, что вы начали этот процесс достаточно в стислые термины, но очень важно, чтобы до 1 травня 2018 все выплаты были сделаны в полном обществе и 536 тысяч военных пенсионеров получили каждую свою доплату. Цифры, которые поражают. Вот два интервью, которые дали на этой неделе украинские чиновники. Геннадий Зубко, вице-премьер и министр строительства и ЖКХ в интервью Интерфаксу заявил, что для модернизации украинского жилищного сектора нужно аж 25 миллиардов евро. Только представьте себе, на развитие водоканалов не меньше 6 миллиардов евро, а в тифловую инфраструктуру необходимо вложить минимум 10. Правительство надеется, что эти средства Украине помогут найти международные финансовые партнеры, например, Всемирный банк. Второе интервью дал Вадим Черныш, министр по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Его слова еще более наглядно демонстрируют, насколько Украина нуждается в финансовой помощи за рубежа. Под все проекты министерства за несколько лет удалось привлечь 3 миллиарда гривен, но из этих средств всего лишь 1% государственное финансирование. Все остальное помощь иностранных доноров. И в этом контексте любопытно посмотреть на лидеров нормандской четверки. Казалось бы, в очередной раз о выполнении Минска, но все не так просто. Взгляните, лидеры стран четверки подтверждают свою приверженность Минским соглашениям, причем во всей полноте этих документов. Речь идет не только о безопасности, но и о политических, гуманитарных и социально-экономических пунктах. А это, кстати, как раз тематика в том числе и Вадима Черныша. Та тематика, на реализацию которой государство почему-то средств практически не выделяет. Почему государство выделяет так мало средств на помощь внутренним переселенцам? И реально ли государству привлечь в ближайшие годы еще десятки миллиардов от международных доноров? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Вот вы как прокомментируете вот эти цифры от Черныша? Вынужденных переселенцев полтора миллиона, но получается, что государство может помочь только им какими-то копейками. У нас нет денег или что-то не предусмотрели? У нас действительно полтора миллиона людей, которые начинают свою жизнь с нуля. Они разбросаны по всей стране. Они находятся от Донецкой и Луганской области до Закарпатской. По разному количеству от 200-300 тысяч в Донецкой и Луганской до 3-5 тысяч на Западной Украине. Каждая область. И это в сумме полтора миллиона. Что сегодня сделало государство? Государство им дает социальную помощь 800 гривен, а вся остальная помощь, о которой идет 3-4 миллиарда, это действительно деньги международных доноров, которые помогают нашей стране. А государство само выделило только 60 миллионов гривен. Это безобразно мало. Поэтому в парламенте сейчас находятся 4 законопроекта, которые охватывают помощь этим людям, переселенцам. Первое. Это возможность им голосовать. Они лишены сейчас этого права. Возможность брать их на очередь, те, кто имеет право матери-одиночки, инвалиды. Это восмещение материального ущерба от потерянного жилья и имущества. Примерно 30% из них потеряли все. Даже некуда возвращаться. И помощь студентам, переселенцам. То есть эти законопроекты находятся в парламенте. Один из них попал уже в порядок дня на этот четверг, и мы надеемся, что он будет проголосован. Потому что на прошлой неделе голосовался законопроект по переселенцам в среду, когда парламентариев не было в зале, но фракции его поддержали, просто не хватило людей. Мы видим, что парламент проникся наконец-то проблемами, и я надеюсь, что эти законы будут проголосованы, и люди действительно получат поддержку. Пока ее крайне недостаточно. Хорошо, а какой она должна быть? Вот если говорить о реальных потребностях переселенцев, на какую сумму государство нужно рассчитывать ежегодно? Какую сумму нужно выделять? Смотрите, самое главное, что нужно сделать переселенцам, надо дать возможность им вернуться домой. Для этого надо выполнить то, о чем говорит нормандская четверка, выполнить Тиминские соглашения, дать им возможность вернуться в свои дома, 70% из них по нашим расчетам готовы вернуться домой, и проблема это закроется. На месте уже будем помогать. Остальные 30% они потеряли все, им некуда ехать, они растворились по территории страны и нашли там себе жилье, нашли работу, и они уже не вернутся. А 70% вернутся. Так вот, для начала и самое главное надо остановить войну, чтобы они вернулись домой. Если брать по помощи сколько разрушено домов, то по обеим областям более 6 тысяч домов разрушено. На квартирных и частных. Вот такая цифра разрушение. Конечно, колоссальная работа еще предстоит по восстановлению этого всего. Следующая пленарная неделя. Чего вы от нее ждете и какие вопросы, на решение каких вопросов рассмотрений будете настаивать? Ну, мы считаем первое, я сказал уже о законах по помощи переселенцев, это для нас приоритет. Второе, мы зарегистрировали постановление об отстранении от работы исполняющей обязанности министра охраны здоровья госпожи Супрун, поскольку большего безобразия чем сегодня в медицине не было никогда и люди открыто говорят уже что идет медицинский геноцид в стране и просто людей уничтожают. Последняя инициатива по скорой помощи вообще не требует никаких комментариев. Этого человека надо отстранять от работы. Второе, это пересмотр бюджета. Мы считаем что бюджет должен быть пересмотрен в части снижения тарифов и увеличения социальных выплат. По всей стране идет стон поскольку людей просто лишают самой необходимой поддержки со стороны государства которая была всегда а сегодня ее нет. И отчет правительства мы считаем что правительство должно отчитаться за два года работы представить программу выхода из экономического кризиса и если ее нет уйти в отставку. Как вы думаете руки у коалиции хоть до чего-то из этого дойдут? Назревает уже новый антикоррупционный скандал у нас декларации антикоррупционных активистов нужно рассмотреть не утонет ли Рада на следующей неделе вот в этих разборках? Ну естественно начнется все с декларации антикоррупционеров причем вопросов там больше чем ответов кто имеет право называться антикоррупционерами каким образом они получили это право это люди которые сидят на западных грантах и которые значит как бы присвоили себе право рассматривать вопросы борьбы с коррупцией и они естественно по нашему пониманию должны быть первые сдать электронные декларации и сказать что они действительно по праву честные как и все остальные австралии и выделять кого-то из этой когорты в общем-то не следует поскольку были разные случаи когда один из депутатов сегодняшний бывший журналист претендовал на роль морального авторитета а потом стал сам фигурантом уголовное дело поскольку оказалось что он не может объяснить где он взял денег на покупку элитной квартиры поэтому с этого начнется мы считаем что все должны быть равны перед законом и все должны заполнять электронные декларации второе антикоррупционный прокурор и все скандалы связаны с этим ну здесь ситуация очень проста для того чтобы бороться с коррупцией нужна политическая воля все эти НАБУ НАЗК антикоррупционная прокуратура прокуратура полиция это все инструменты и когда они вместо того чтобы бороться с коррупцией начинают бороться сами с собой а мы видели скандалы связанные с НАБУ с прокуратурой с НАЗК когда она зарплату себе поставила руководителю бешеную там сейчас начинается скандал с антикоррупционным прокурором и люди это видят и они ожидали от этих органов что будет реальная борьба с коррупцией они помогут ее побороть а сейчас они видят что они просто разбираются и борются друг с другом а коррупция остается на том же высоком уровне в котором она была более того нас международные организации к сожалению нашу страну поставили на первое место по уровню коррупции в Европе вот результат всех этих контор которые наплодили извините за выражение которые были должны бороться с коррупцией на самом деле они устраивают только скандалы между собой ну и к сожалению эти скандалы на следующей неделе мое мнение скорее всего конечно понизят эффективность работы Верховной Рады еще больше хотя куда уже казалось бы понижать то эффективность спасибо Юрий Анатольевич Юрий Бойко лидер оппозиционного блока был моим гостем мы же с вами продолжим из-за затянувшейся зимы в этом году приходится откладывать и обещанный ремонт дорог по всей стране мы уже не раз говорили что шутки об асфальте который сходит вместе со снегом до сих пор актуальны на ремонт существующих и строительство новых дорог беспрецедентную сумму речь идет о 300 миллиардах гривен ближайшие 5 лет вдобавок к этому принят закон о дорожной концессии который сделает возможным еще и строительство автобанов за деньги инвесторов мы в решти реш створили систему как я и обещал модернизации украинских дорог но я хочу сказать и про то что мы все с вами четко видим в каком состоянии находится дорога каждый день миллионы украинцев ездят по разбитым дорогам по ямам и это все происходит не сегодня это происходит много лет нужно идти абсолютно системно абсолютно системно до строительства дороги нужно строить не только километры дороги а нужно чтобы эти дороги связывали города населенные пункты очень важно сейчас определять внимание местным дорогам но вот в чем главный вопрос если такие огромные средства тратятся на строительство и ремонт дорог то нужно подумать и о том чтобы сделанное попросту не уничтожалось например каждый день по украинским дорогам ездят тысячи перегруженных фур которые просто разрушают новое покрытие как можно решить хотя бы эту простую проблему давайте обсудим с еще одним нашим гостем Михаил Наняк глава госслужбы по безопасности на транспорте здравствуйте Михаил спасибо что нашли время вот проблема мной озвучена мой вопрос очень простой скажите что нужно делать как решить например проблему с грузовиками которые попросту выбивают асфальт и делают новые дыры в первую очередь должен быть качественный габаритно-ваговый контроль мы его начали с 2016 года системно проводить в стране но есть ряд проблем которые нужно решить и сегодня и не было комплексов ряд тех комплексов на которых мы работали протягом двух лет это были комплексы старейшие 2005-2006 которые были на балансе Украфтодор и мы на них работали зараз благодаря еврокоштам мы закупили 78 комплексов это пересывные лаборатории которые мы закупили в конце 2017 года но для того чтобы они как-то функционировали нужно ряд вещей первое самое главное это кадровый потенциал службы сейчас служба не комплектована и так же мы просим уряду чтобы увеличить количество работников инспекторского склада для того чтобы в целодневном режиме мы могли эффективно работать и вы говорите это речь идет о стационарных комплексах или переездных пересывные это пересывные комплексы стационарные также нужны они должны работать в целодневном режиме но я думаю это немного для того чтобы запускать дистанционный контроль это будут в проездную дорогу монтированы соответствующие датчики в онлайн режиме передавать певную информацию уже инспекторам Укртрансбезпеки которые будут уже не зупинять каждого порушника а только того порушника который попал в систему рисков но сейчас можно работать и нужно работать пересывными комплексами их на балансе УкрАвтодору есть порядка 34 из которых 25 работающих плюс 78 которые мы закупили прошлого года и еще ряд областных государственных администраций которые также закупили эти комплексы что я говорю шановный министр шановный керевник УкрАвтодору збудуйте достатню количество площадок для того чтобы мы могли в каждой области эффективно маневрувать и выявлять тих или иных порушников это нужно заложить уже в проект строительства новых дорог которые нам обещают або отновить те площадки которые у них есть которые просто в плохом состоянии и на которых не можно работать которые когда ты раскладываешь соответствующую вагон она не покажет тебе соответствующую информацию будет похибка но этих площадок на которых можно сегодня работать есть порядка 110 120 площадок для того чтобы эффективно работать и маневровать по всех основных напрямках их потребно хотя бы 250-300 а людей сколько нужно вы сказали что сейчас 150 работает на всю страну инспекторов но даже я понимаю что этого мало ну это мизер если так говорить мы подали соответствующий проект постановы до министра инфраструктуры для того чтобы он его подписал и направил на кабинет министров мы хотим чтобы увеличили Укртрансбезпеку инспекторский склад потому что мы же понимаем порядка будет 130-140 пересувных комплексов и потребно под это около тысячи людей спасибо вам за эти ответы Михаил Наняк глава госслужбы по безопасности на транспорте был гостем подробностей недели спасибо еще раз 150 российских дипломатов уже выдворили из западных стран из-за покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Москва грозит ответными мерами ну а Юлия Скрипаль вышла из комы и уже даже может говорить готова ли она общаться со следователями и чем на фоне этого всего британские власти грозят богатым россиянам обсудим в следующей части нашей программы продолжаем подробности недели спасибо что вы по прежнему с нами Юлия Скрипаль идет на поправку накануне такие сообщения появились со ссылкой на BBC якобы ее состояние уже улучшилось она пришла в сознание и даже может говорить прогресс есть и у британских следователей они наконец-то выяснили что получить отравление бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь могли от прикосновений к входной двери в их собственном доме именно там концентрация яда была наиболее высокой а вот от британских политиков по этой теме конкретных новостей было не так уж и много как еще они могут отреагировать на химическую атаку в Солсбери и правда ли что российские богачи уже спешат покинуть британские острова продолжит Ирина Иванова дипломатическая миграция которая войдет в историю на этой неделе 28 стран отправили официальных российских представителей назад в Москву в ответ на просьбу Лондона о поддержке десант из 23 дипломатов Британия выдворила еще на прошлой неделе из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта в котором Британия обвиняет Россию бойкот поддержали 19 стран Евросоюза а также США Украина Канада Албания Македония Норвегия Черногория Молдова и Австралия в НАТО объявили о высылке сотрудников миссии России при альянсе и отказе в аккредитации а самая массовая депортация из Соединенных Штатов из общего количества полторы сотни больше трети выдворил Вашингтон и закрыл генконсульство в Сиэтле из-за близости к одной из военных баз где дислоцированы подводные лодки наши друзья и партнеры в ЕС Северной Америке и НАТО проявляют большую солидарность с нами в течение последних недель когда мы преодолеваем последствия атаки в Солсбери вместе мы дали понять России что не потерпим дальнейших нарушений международного права и нивелирования ценностей в ответ Россия громко хлопнула дверью генконсульство США в Санкт-Петербурге ведомство закрыли и выслали 60 американских дипломатов 58 из Москвы двоих из Екатеринбурга всем присвоили статус персона Нонграта и дали неделю на сбор чемоданов Россия продолжает утверждать новичок не их разработка и обещает ответные меры всем странам которые выслали их дипломатов мы стремимся к открытому диалогу с Москвой без каких-либо двусмысленностей и призываем Кремль уважать международное право что меня поражает в современном мире так это то что отдельные силы включая Россию постоянно пытаются обойти международное право в любом случае британцы уверены высылка российских дипломатов это колоссальный удар по разведке и шпионской сети Кремля кроме того в Лондоне решили прижать Москву и на других фронтах например пересмотреть программу выдачи так называемых золотых виз речь идет о визах для инвесторов до 2015 года их выдавали бизнесменам если те вкладывали в британскую экономику не менее 2 миллиона фунтов россияне успели получить около 700 таких позволений позже требования ужесточили и количество выдаваемых виз сократилось почти на 85% теперь правительство проанализирует документы на основании которых бизнесмены получили инвестиционные визы до 2015 года будет правильно если мы в целом посмотрим правильно ли сработала программа не было ли в ней лазеек для тех людей которые бы получили отказ в ином случае также Тереза Мэй предложила запретить продажу российских бондов на лондонской бирже еще один удар борьба с отмыванием денег финансовый комитет палаты общин начал расследование экономических преступлений вычистить эти авгиевы конюшни будет непросто по данным Transparency International россияне вложили в британскую недвижимость миллиард 200 миллионов долларов грязных денег из-за этого столица королевства даже получила прозвище Лондонград но с января в Британии появился правовой инструмент заработал закон о криминальных финансах он позволяет арестовать имущество происхождение которого не подтверждено к слову на этой неделе некий бизнесмен потерял свои активы на 22 миллиона фунтов его гражданство не раскрывают на фоне скандала с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании также готовят новую антитеррористическую стратегию нынешнее законодательство не отвечает реальным угрозам решили в правительстве Терезы Мэй сам Сергей Скрипаль до сих пор в критическом но стабильном состоянии а вот его дочь Юлия пошла на поправку и даже заговорила появились новые детали и в расследовании в Скотланд-Ярде сообщают что жертвы скорее всего были отравлены у себя дома в Солсбери Ирина Иванова Сергей Дубинин подробности недели Британское бюро телеканала Интер Итак 13 российских дипломатов уже покинули Украину из-за дела Скрипалей напомню их выдворение стало жестом солидарности со странами Европы и Америки в ответ на покушение в Солсбери всего же за эту неделю из стран союзниц Британии выслали 150 россиян в Москве подготовили ответные меры и пообещали что они будут зеркальными Это было первое использование химической оружии на территории Европы за последние 70 лет Такая варварская поведенка Кремля в поединении с продолжением агрессии и убивших украинцев на Донбассе окупации и порушения прав человека в окупованном Крыму отруйной российской пропагандой и втручанием в выборчие процессы других стран переповнили чашу терпения усех Мы продолжаем координовать усилия с захидными союзниками и партнерами о дальнейшем посилении тиска на российского агрессора Впереду новые санкции новые обмежения Захид и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с российской агрессией и с попытками Кремля расширить единство и уничтожить демократические ценности Хозяин Северной Кореи наконец-то выбрался за границу Впервые за 7 лет Ким Чен Ын отправился в зарубежную поездку и побывал в Пекине Причем визит был тайным Официально его подтвердили уже после того как вождь вернулся в Пхеньян Впрочем новости о поездке распространились сразу когда в Китае заметили вип-поезд из КНДР Хотя у себя дома Ким Чен Ын без проблем перемещается между городами на самолете в соседнее государство он поехал как отец на специальном поезде Предыдущий Ким боялся летать и поэтому перемещался точно так же по железной дороге Иногда на поездки у него уходило по несколько недель например во время визитов в Россию Как отмечают журналисты В Пекине третий Ким вел себя не так уверенно как его предшественники и старался показать Си Цзиньпину что готов вести себя в международной политике намного скромнее А главное готов договариваться и с Пекином и с Вашингтоном Главная задача лидера КНДР добиться ослабления санкций Уже несколько месяцев очень жесткий режим против Пхеньяна поддерживает и Китай впрочем как почти все страны мира Именно это толкнуло Северную Корею на грань кризиса в стране дефицит валюты топлива и всех необходимых товаров Китайский лидер уже и Трампа проинформировал что встреча с Ким Чен Ыном была очень успешной По словам Си Цзиньпина Ким действительно хочет встретиться с Трампом и даже готов всерьез обсуждать безъядерный статус Корейского полуострова Ну а президент США считает что несмотря на вот такие хорошие новости санкции против Пхеньяна все равно надо сохранять Напомню встреча Трампа и Кима может состояться уже через несколько недель Возможно вот такой активности даже показной миролюбия Ким Чен Ыном спровоцировал в том числе Джон Болтон новый советник Трампа кто разбирался Дмитрий Анопченко В команде Трампа немного людей отзывы о которых столь противоречивы Что же не так с новым советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном о нем говорят или исключительно восторженно или максимально критично дошло до того что во время первой встречи Болтона с министром обороны Мэттисом журналисты случайно записали фразу главы Пентагона адресованную новому коллеге Наслышан что вы просто дьявол воплоти вот и решил познакомиться лично Но за глаза Болтоне еще и не такое говорят а вот на публичную критику чиновники не отважились поручили сделать это человеку нейтральному экс-президенту Джимми Картеру В заголовок газета USA Today вынесла цитату отставного но по-прежнему авторитетного политика решение Трампа нанять Болтона катастрофа для нашей страны Одной из самых худших ошибок которые совершал президент Трамп с тех пор как занял пост стал прием на работу Джона Болтона который долгое время выступал за войну с КНДР и даже за атаку на Иран и кто был одним из ведущих деятелей принявших решение о вторжении в Ирак Сказал газете 39-й президент США Почему же Болтона вдруг приняли в штыки и казалось бы в окружении Трампа хватают людей с репутацией куда менее однозначной чем у бывшего посла США при ООН Причин на самом деле несколько Первое сопротивление аппарата чиновники узнали что именно Болтон возглавит кадровые чистки Одним из условий своего назначения он назвал увольнение людей предшественника а под этим предлогом хотят избавиться от всех кто не лоялен к Трампу или пришел в администрацию еще при Обаме вот те с кем могут попрощаться и устроили Болтону обструкцию Вторая причина репутация нового советника по нацбезопасности которая обнадеживает одних и откровенно пугает других Болтон на самом деле где бункер отреагировал в твиттере экс-премьер Швеции Карл Бильд намекая что большего ястреба еще поискать нужно ведь Болтон сделал карьеру при Буше был одним из идеологов вторжения в Ирак в 2003 и постоянно говорит о необходимости упреждающих ударов по врагам США когда в прошлом месяце политик выступал в американской школе национальной безопасности он еще не знал что всего через несколько недель получит высокую должность и не скрывая говорил что думает требовал наказать Россию и за поддержку Сирии и за альянс с Ираном и за дружбу с Китаем и если переслушать эту пространную речь становится понятно Болтон и Трамп едины во взглядах по поводу Ирана и КНДР но расходятся во мнениях в отношении России Трамп по-прежнему публично декларирует желание ослабить напряженность а Болтон относится к Кремлю с глубоким недоверием США и Россия с этим назначением конечно не начнут новую холодную войну но мы в ситуации когда уровень опасности и непредсказуемости очень высок эксперт уверена с назначением Болтона давление на Москву только возрастет но другое дело позволит ли это эффективнее решить украинский вопрос начнется ли игра в поддавки не думаю что это улучшит сотрудничество США Британии или Европы с Россией хоть по какому-то вопросу двусторонних отношений и явно не даст двиг по вопросам где мы так хотели бы увидеть прогресс к примеру по Украине или по Сирии по информации журналистов из пресс-пула Белого дома после назначения Майка Помпео в Госдеп центр принятия решений по Украине окончательно заберут у внешнеполитического ведомства все будет определять Белый дом а значит вполне вероятно что именно Совет нацбезопасности и Джон Болтон станут ключевыми фигурами ведь до этого сложно было понять кто вообще в администрации Трампа курирует Украину но есть еще одна третья причина по которой многие сейчас так сильно критикуют Джона Болтона дело в том что он ни в чем не будет перечить президенту многие хотели бы чтобы здесь в Белом доме были чиновники способные спорить с Трампом отстаивать свою точку зрения вот только самому Трампу они не нужны именно поэтому в президентской администрации сейчас другие времена и другие лица из Вашингтона Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер уже во вторник в Вашингтоне будут говорить о европейских делах ну и наверняка и об Украине в том числе в американской столице пройдет Балтийский саммит приурочен он к столетию независимости стран Балтии в мероприятиях будет участвовать сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп он примет в Белом доме лидеров Литвы Латвии и Эстонии уже заявлено что одной из главных тем встречи будет безопасность Балтийских государств а значит и всего региона Восточной Европы на фоне давления со стороны России в таком контексте конечно же нужно говорить и об Украине и Балтийские друзья нашей страны всегда об этом помнят ну а на фронте уже под вопросом пасхальное перемирие которое должно было начаться сегодня обстрелы к сожалению продолжаются да и вся эта неделя была такой горячей что просто не верится что перемирие может все-таки стать реальным наш военный корреспондент Ирина Баглай продолжит тему Перемещение военной техники боевиков на окраине Донецка военные зафиксировали еще неделю назад этот гул выдавал и гусеничную технику перемирие наемники нарушили почти сразу после выборов в России начались такие поздоровления который пристрелковый а потом может они просто корректировать огонь и может полететь потом 2-3-4 пристрелочно или прицельно но несколько мин попали в жилые дома на окраине Авдеевки и Торецка о том что артиллерию противник держит на расстоянии подскока к линии фронта военные и не сомневались и на этой неделе боевики обстреляли ствольной артиллерии Широкино на Авдеевском рубеже не утихали российские минометы а вот в песках бойцы вспомнили как работает вражеский танк мы видели спалахи ночью когда стрелял миномет что возможно они работают из-за жилых будинков из жилого сектора Донецка и Спартакат это всегда неожиданно но как правило это будет с утра с 4 утра лучше давайте уходите сюда идемте миномет был работал наш минометный обстрел заставляет бойцов насторожиться а вот провокационные обстрелы из пехотного оружия уже никого не удивляют ну смотря куда попадем если в сам бетон то да если там где нет бетон то не поможет а это что? это они уже с более мощным оружием стреляют ну так каждый вечер 6 до 10 прям режим уже? ну у них да у таких обстрелов несколько целей первое создать нужную боевикам картинку для пропаганды просто вынуждают нас скажем так открыть поимогонь снять на камеру и показать что Збройные силы Украины они не дотримуются но основная задача это выманить наших военных под прицел снайпера и когда начинаю давать отпор уже начинает работать у нас товарищ снайпер пули снайпера погибли два бойца чтобы глянуть в приборчик это нужно уже встать чтобы выйти в нормальном поле Александр показывает как на наблюдательном посту сам едва не попал под выстрел я просто спостерегал я решил поделиться в тепляк что делается у них на позиции и сразу почув что поверх моих бойничков уже кулей свистят их укрепленные позиции откуда они безусловно могут вести по нас в огонь ну и ведут где-то в основном стрелковая оружие подствольные гранатометы редче РПГ-7 это как-то загостреление может в них ротация прошла но сегодня в полночь на фронте объявили очередное всеобъемлющее перемирие в этот раз пасхальное Ирина Баглай, Андрей Костюк Анатолий Воробей из Донецкой области подробности недели телеканал Интер и на этом все спасибо что смотрели подробности недели и до встречи в следующую пятницу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok